Друзья мои, это вот мелочевка вся в небе, мелочевка, сейчас я на улицу не буду походить, скорость ветра в Волгограде. Друзья мои, 91 процента влажности, 11 метров в секунду, ветер, погода нелетная, абсолютно. Да ну хорошо облизывать, погода нелетная абсолютно. Ну, просто сейчас я потяну, чтобы четко зацепить крыло этих голубей, чтобы видно было людям, как птица умеет работать в небе, при таком ветре. Мало того, что это все пескуны, нет ни одного взрослого голубя здесь, все, все до единого пескуны. Вся взрослая птица сидит в голубятне на данный момент. Потом я их тоже выпущу, а вечером я ролик сниму. Что я хочу вообще рассказывать, говорить, почему. Я буду проводить вот этот песочек скинул с себя, это вот одна гнездка того, этого чубатенького краснохвостого. Видите, тоже при таком ветре херачат. Вечером я просто буду ролик снимать про вобраковку, вобраковку, кое-ковые опять буду вобраковывать, и расскажу, за что я их вобраковываю, на что я обращаю внимание. Там даже при таком ветре кто-то, но это скорее всего гнелловский херачит наверху, вот он там один, и второй чуть ниже, да. Тут уже чуть постарше, уже месяцев три, чуть позже. А это реально песчалки, пескуны, там полтора-два месяца, ну три месяца, все, больше нет. Ветер, хоть и одиннадцать показывают, но пострашнее ветер, это я просто, где-то показал с собой, но даже если нам осталось, да, в этом варшутке. Друзья, давайте рассматривать. Да, это рассматривай-ка. Надо на пёры песеночек его бросить. Как бы, как бы, вот так, где остальные? А, вон они. Ну все, друзья мои, я пока поставлю на паузу, поставлю на паузу, а потом уже расскажу суть, чего я хотел сказать. Он резко пошел, пошли вниз резко. Сейчас может даже яшка появится, может и он появится. Для него удачный момент. Если он со стороны ветра будет заходить, у него есть шанс поймать голубей. Это шанс есть, потому что потяжелее чуть-чуть, чем наша птица. и первоначально, кто скорость открыл, того и преимущество. Как видите, онлайн. Все, на этом пока остановлюсь. Вот твой там даже бьет. Бьет там чуть-чуть. При таком ветре умудряется еще и голуб выход дать и бить. Представляете? Это не голубь, это пескон. Ну, к сожалению, друзья мои, вот так отбор делается. Понимаете? Люди, которые в такую сложную погоду птица держат заперти, боятся они даже леток открыть, даже не гонять, просто открыть леток, чтобы птица вышла на улицу и поняла, что такой ветер, хороший ветер, скорость. В общем, и еще после этого хотят, чтобы он ушел от сапсана. Друзья мои, да вы просто фантазеры, понимаете? В общем, не надо такие фантазии. Этого никогда в жизни не будет, потому что сапсан, тетер, ворона, они постоянно находятся в небе, они постоянно тренируют свою дыхалку. И голубь должен тоже быть постоянно в небе, чтобы он мог противостоять их, понимаете? А жалев голубей, не надо небом жалеть, понимаете? Не надо небом жалеть голубей. Жалеть голубей небом, это то же самое, что детей жалеть конфетами, понимаете? Это их стихия, понимаете? Это их стихия, небо, это их. Вот как рыбу жалеть воды, в общем, не впускать рыбу в воду, да, чтобы он не плавал, то есть, чтобы она не плавала. То же самое, голубей жалеть небом, это глупо, это неправильно. У них есть крылья, они должны летать. Ну, видите, что творится и как она себя ведет. Еще раз сейчас покажу, чтобы не сказали, как их там фиксировать телефон. Вот, сейчас, самое начало нашего. Время 11.43. Так, что тут открылось? Скорость ветра в Волгограде. Скорость ветра в Волгограде 11 метров в секунду. Плюс 8 температуры, эти птицы в небе. Дальше все расскажу, что мы можем. Ну, все. Удачи пока что. Так, друзья мои, но поздно я успел за камерой. Вот, пока пошел, посмотрел. Так, все. Как говорится, цирк уехал, клоуна, остались. Курчик ушел, а эти пока все дикарят еще. Ну, скорость бешеная, вот они еще. Эти. Там уже расслабляются наверху. Их даже практически такой ветер почти не видно было. И наверху пасмурно. Опять вот сейчас пошел дикарь. Может, еще вернется, не знаю. Ну, он не стоит на месте, понимаете. Ну, хищник не стоит. Он не этот, не это. Да, да, Елена Воробей, возьми меня, сними меня, понимаете. Он приходит очень быстро и уходит очень так же быстро. Ну, в отличие от многих, ну, хищник умный, он не глухой. Он не будет зря тратить свою силу. Он не умеет на компьютере старочить, понимаете. Сказать, что, ребят, я по-любому возьму. Ну, попробовал. Получилось, получилось. Не получилось, ушел. Вот так вот. Ну, скорость, смотрите, какую. Во, во, во. Что вытворяет? Скорость реально астрономический. Ну, реально, ну, не по зубам. Вот смотрите, при таком ветре, какой скорость дает. Видите? Вот. Какое расстояние берет. Он не хлещ, сапсаны летит в голову, понимаете. Я почему и говорю, давайте зафиксируем эту скорость. У меня нету оборудования, которым можно. Вот это и есть. Ганель, это твой. Наверху он всегда, как и мама одна, как и отец. Вот как бы вот так. Просто обратите внимание, мах, крыла, что вытворяют. Только что они были наверху. Теперь вот они внизу. Секунду проходит, понимаете. Ну, неуловимый, поймите, как сказать, отцов. И к этому можно стремиться, понимаете. Если бы это было невозможно, я бы это все бы не объяснял. Но к всему этому можно стремиться. Нужно желание, терпение. В общем, и жесткость в обраковке. Очень многие мне там это, да, говорят, вот он садист, он там этот. Некоторые даже говорят, а он не голубятник. Разве он может голубей убирать, понимаете, друзья мои? А другой выбора-то нету. Если хотите штаны надеть, то невозможно, чтобы она к заднице не касалась, да? Ну, или простонародье, говорит, хочешь и торт съесть, и нахрен не съесть. Так не бывает. Понимаете, либо так, либо так. Ганетовой опять одет наверху. О-о-о. Ну, все, я замерз, я не буду. Ветер как бы хороший и плохой. Ну, посмотрим. Вон, он там пытается даже играть. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Смотрите, как сапсан хорачит, какой скорость. Понимаете, против ветра хорачит. Понимаете, друзья мои? Ну, реально. Мне кажется, что у почтарей, ну, раз такого скорости нету, хотя они должны быть быстрее, чем наши. О-о-о. Похож на копчика? Похож. Один в один. Я их очень часто наверху путаю. Даже моих голубей с копчиками путаю. Вот он, вот он. Машет, как копчик. Вот он, вот он. Обратите внимание. Один в один. Единственное, что у копчика хвост узенький. Пощерее хвост. И покороче. Рубчик из-за афсана хвост покороче. Руцаренок. Ну, все, дорогие мои. Потом продолжим. Так, друзья мои. Ну, крылья уже в седьмой час пошел. Так, 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 так. Я там ждусь пока все голуби. Зайдут голубятни. Там еще, вон, кучей наверху еще выше есть. А потом уж продолжим. Ну, погода у нас меняется. Это зима каждым часом. На то и это и зима. И почему и зимой всегда лучше проверять голубей. То есть, есть такая фраза хорошая, говорит. Хороший голубь, это не тот голубь, который хорошо летит, бьет хорошо или красиво. А тот, который зиму пережил. Не пропал, копчик не сожрал. Вот это и есть хороший голубь. Это желтоперая голубка. Это дочка стариковского сына. Ну, как всегда, летрук открытый голуби. Паррицет. Ну, мне ничего не меняется в одной паре. Никого не режу, никого не закрываю. Никого не берегу. В общем, даем небо почувствовать. Здесь чистый, естественный отбор. Ну, что, пока на паузу поставлю. Зайдут, потом продолжим тему разговора. Ну, и, друзья мои, ну. Вот с вас вышел. Один черный садится. И второй черный садится. Так, и пять штук, по-моему, уже сели белые. Это я когда посмотрел, там, по-моему... Длинный ролик получится. Я еще тему не начал, а уже стукой снимал. Ну, короче, то, что я 150 раз показывал, как они мне ночью садятся, это уже ни для кого не секрет. Так, друзья мои, опять вот, то был дождик, то уже снег пошел. Видите? Вот он. Первый. Ну, черный один еще не сел. У них все небе пахтет. У них как бы долго стоит небо так показать. Все. Второй тоже, по-моему, второй день сел. На крыше было. Это вот мелочи, какие там сидят. Ну, видите, какая погода начинается. Просто страсть. Голубь еще в небе. Просто сыпает. Просто-просто. Вот она. Уже видно было. Что творится? В какую погоду птица летит? Почему мы не пропахли? И ветер, и снег. Все на свете. Здесь мете пока еще. Она не сидит на этом стороне. И еще раз. И отсюда будет хорошо. Сопитальный птиц начался. Слышите, какой ветер, как-то отчаяние. Погодные условия. Жесточайшие всего. Жесточайшие эти пищалки. А, это нет, это один хромой. Все, друзья мои, я побежал домой. Видно, не видно. Супер. Погода просто супер. Пока на паузу. Друзья мои, ну, что-то не было. Меньше было. Так, значит, тех дождаться я не буду. Они там еще часть на Кристаллине сидят. Но, в принципе, кто мне нужен, они все здесь. Вот, смотрите. Это молодой голубенок. Видите? Такое. Голосенький. Чубатики. Красивенький. Теплохой. На первый взгляд. Почему я именно... Вот этого уже сегодня не будет. Я его специально останавливал, да, как бы, понимаете, тысячи раз наступаем на грабли, и мы не прекращаем опять наступать на грабли. Я тысячи процентов был уверен, что все равно из него ничего не получится. И я опять убедился, понимаете, как вот в математике, да, я говорю, есть в математике такая, где-то оказывание теоремы от противного. То есть мы считаем, да, что это не так, не так, не так, и приходим к тому же, получаем, что на самом деле это так. То есть, как я всегда говорю, леченый голубь, это леченый голубь, он никогда не будет хорошим. То же самое я всегда говорю, что среди голубей суворовцам не бывает. Это голубка. Это голубка из шоколадного, спад шоколадного голубя и чап там шея, мать у нее. Отца, даже не знаю, здесь он отец или на улице, в общем, отец может даже и на улице быть. Вот так он, ну, шоколадного цвета такой, он спад чернохвостого голубя, вот этот шоколадный. Давал он чернохвостый, вот этот, одна вот такая вышла. Значит, что с ней произошло? С ней произошло. Вот приблизительно вот так. Так вот с этими. Видите? Два птенца. Сейчас я на пол поставлю, чтобы вы видели. Вообще, вот он один, видите? Однокнёжки. Вот он второй. Оп! Ты красава! Вот он второй. Это брат с сестрой. Ну, разница, по-моему, только дурак может не заметить. Смотрите. Настолько этот активный, здоровый, и настолько вот этот, да, такой. Этого тоже не будет, без кунав. Красивый, некрасивый, не имеет значения. То есть, того тоже я уберу. Останется вот это, как в законе в природе, выживает сильнейший. Вот этот был, в принципе, точно такой же. Я его не убрал. Решил еще раз экспериментировать. Перей были у него такие же, тоненькие, маленькие, как вот у этого. вот сейчас вот там перей вы... да, короче, вот. Хорошо. Этого еще получше, перей, чем у него было. Да. Короче, перей поменял. Он стал красавцем, реального. Ну, вот она. Видите, не болела там еще, да? Ну, она слабая была первоначально, понимаете? И сейчас вот эта голубка, она уже голубка себя показывает и месяца в четыре уже там три с половиной, четыре. Она абсолютно никакая. То есть, вот такие пищалки, которые первый раз выходят на улицу, они дольше летают, чем вот эта дура. Вот какой смысл оставить вот этот хлам, вот скажите, пожалуйста. Смысл какой? Чуб красивый, то красивый. Дорогие мои, я не декоративщик, я гонящий, я держу летнобойную породу голубей. То есть, что говорит порода, да, сама порода? Порода должна летать и бить. Она не летит и не бьет. Для меня это тысячепроцентовый брак. То есть, ее тоже не будет. Так, значит, другое, которое я как бы часто показывал, вот этот мра-мра-шея там. Сейчас я его найду, сейчас на паузу поставлю. Вот она. колец нету на ногах и не было. Я думал, это с под моих вернулось, но это не с под моих, потому что, ну, ни по каким параметрам она не подходит. Это голубка. Красивая. Стойкая. Такая. Ну, красавица, ничего не скажешь. Ну, дура-дура. Она тоже круг-два лодки и поперла. То есть, если я эту оставляю голубку, то есть, в скором времени все мои голуби будут на лодке. Друзья мои, можно таких голубков? Ее можно держать? Ее можно оставить? Сейчас у нас очень многие умники скажут, отдай детям, отдай кому-то. запоминайте. Есть кодекс голубевода. Читайте, выучите наизусть. Дорогие мои, брак убирается. В прямом смысле, брак не должен существовать. Не имеет права на жизнь. Хороших голубей продают. Отличных голубей дарят. Дарят почему? Потому что, не дай бог, с твоим что-то было, ты хоть можешь пойти у человека взять с твоих же голубей. А выдающихся голубя держится.